Ещё раз задать себе вопрос, для чего нам ваш участок с такими строениями, кому это можно? Если мангалы бесплатно, ну окей, наверное, жители это поддержат. Зона отдыха на улице Говорова. Здесь есть места для барбекю, но благоустройство территории оставляет желать лучшего. Отдыхающим не предоставлены никакие удобства. Освещение, урны, охраны и видеонаблюдение попросту отсутствуют. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с застройщиком, который рассказал о планах по развитию этого участка леса. Кто в парке даст такую конструкцию поставить? Деревья, нужно будет подрубаться. Просто я вас хочу сразу предупредить, вы иллюзии здесь тоже не строите. Мы встанем вместе с жителем, мы не дадим здесь строить ничего. Всё дело в том, что здесь приступили к возведению свайной конструкции. По всей видимости, как не раз утверждали жители в соцсетях, в лесной зоне хотят построить торговый павильон. При этом никакой разрешающей документации на подобное строительство у застройщика нет. Нужно видеть проект освоения лесов, что им разрешили строить именно на данной территории. Потому что в лесу категорически запрещено строить объекты капитального строительства. Кроме того, там у них была предусмотрена ветеринарная клиника. Да, она одноэтажная, но эта ветеринарная клиника – это объект медицинский, который также требует своих технических условий, лицензии. Это тоже как бы сомнения вызывает. Также местные жители недовольны неблагоустроенной зоной отдыха, почти прямо под окнами их домов. Окна невозможно открыть, особенно в выходные, потому что здесь где-то там около 20-30 костров разводят. И полностью весь пятый микрорайон в дыму. Невозможно ни погулять, ни проветрить. В завершении встречи Андрей Иванов отметил, что необходимо тщательно разобраться во всех согласованиях и документации по данной территории. Пока зона остается местом стихийного отдыха. Благоустройство данной территории со всеми удобствами для жителей – это то, что необходимо сделать в ближайшие сроки. Екатерина Крамор, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok